Щёлковские депутаты провели 13-е заседание Совета. На нём было рассмотрено более 30 вопросов, среди которых имущественные, приватизационные, налоговые. Основной темой повестки дня на заседании стало принятие решения о проведении конкурса подбора кандидатур на должность главы городского округа Щёлково. Конкурс проводится в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Заседание конкурсной комиссии назначено на 6 июля в 11 часов по адресу Щёлково, улица Советская, 48, в актовом зале. Мы сегодня приняли два решения. Это в части, касающиеся назначения конкурса. И конкурс пройдёт 6 июля. Прошу всех документы представлять в Совет депутатов к нашему сотруднику, кто хочет принять участие в конкурсе. Также в ходе заседания депутаты утвердили ликвидационные балансы администрации поселений, так как после реформы 2019 года данные подразделения прекратили свою работу. Важным для жителей округа станет решение депутатов по вопросу облегчения налоговой нагрузки на имущество физических лиц в связи с введением в Московской области мер по предотвращению коронавирусной инфекции. Так, для целого ряда объектов недвижимости налоговые льготы могут быть снижены на 50% от размера арендной платы, а по земельному налогу сокращаются авансовые платежи до одной четверти ставки процентной доли кадастровой стоимости имущества. Отрегулировали депутаты и целый ряд вопросов имущественного характера. Так, депутаты вернули из собственности Министерства обороны в муниципальную собственность дом номер 5 по улице Маслова в Монино. Это более 2000 квадратных метров жилищного фонда. Для того, чтобы граждане могли реализовать свои права, в том числе в части приватизации, оформления своих прав на жилье, мы просим внести изменения в решение Совета депутатов номер 998-389 от 28 мая 2019 года в этой части. Также депутаты приняли решение передать в областное подчинение высоковольтные линии энергоснабжения на улицах Ватутина, Толбухина и текстильщиков в Загорянском и на вокзальном тупике в Щёлкове. В область передана и земля под одним из зданий перинатального центра на Парковой улице. Часть помещений в доме 25 на Первом советском переулке, используемой управлением МВД России Щёлковская, теперь стали федеральной собственностью. Ещё одно направление работы Совета депутатов – внесение изменений в план приватизации муниципального имущества. Дано согласие на продажу трёх простаивающих транспортных средств, что может принести в бюджет до 3 миллионов рублей, и на преобразование двух убыточных муниципальных предприятий, действующих в сфере ЖКХ в Загорянском и в Щёлкове. Наметили депутаты и план празднования Дня городского округа Щёлкова. Решили, что те даты, которые ранее были праздничными датами в поселениях, которые и поселения, вы знаете, утратили статус, мы эти даты оставляем, чтобы жители имели возможность отметить любимый праздник – День поселения. Андрей Цеханович, Михаил Налётов, Александр Оржевский, Щёлковское телевидение.